Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF001G. Обзор на данный шуруповерт есть у меня на канале, можете его посмотреть. В том обзоре шуруповерту пришлось, как говорится, не сладко. Ну а сегодня мы его разберем и я покажу из каких запчастей он состоит, какие изменения происходили за всю историю до сегодняшнего дня в запчастях, как вы любите, с артикулами, на каждую запчасть, со всей истории, почему, как. Поэтому подписывайтесь на канал, садитесь поудобнее. Поехали! Для начала мы, наверное, снимем аккумулятор, удалим аксессуары, биту, крюк и удалим держатели бит. Давайте для начала удалим биту и снимем аксессуары. Продолжение следует... И, конечно же, снимем аккумулятор. Теперь нам необходимо открутить 4 самонарезающих винта 3х16, чтобы изнять заднюю крышку. И аккуратно снимаем заднюю крышку. Теперь мы можем извлечь ротор из корпуса. Продолжение следует... 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 после снятия ротора откручиваем 7 винтов 3 на 16 1 2 3 4 5 6 7 и 4 винта 4 на 18 после того как винты открутили можно разделить две половинки корпуса видите тут к верхней части прилип датчик контролера данный корпус состоит еще из нескольких деталей это резиновый штифт спонжик вот здесь резиновый видите нажимается и гайка гайка нужна для закручивания оснастки также на самом корпусе наклеена наклейка вот это она имеет отдельный артикул программе у меня чуть-чуть отличаются артикул но это скорее все потому что может там для другой страны кема плюс данный корпус за время существования этого шуруповерта потерпел изменения на старой версии вот на этом месте была надпись brushless теперь она находится с этой стороны да если вы будете заказывать по этому артикулу корпус то к вам придут обе половинки да я не сказал шуруповерт этот 11 месяца 2021 года выпуска давайте чуть-чуть поподробнее об этих корпусах значит корпус с артикулом 183 с 37-7 это обновленный корпус старый его артикул 183 n 73-3 поставляется он во все страны кроме канады и сша и устанавливается именно такой корпус на две модели инструмента это df-01g и hp-01g а вот сша модели называется чуть-чуть по-другому они называются gfd-01 и gpi-01 и артикулы там чуть другие они тоже менялись там тоже была такая же ситуация с заменой вот этой надписи вот в канаде свои артикулы но в канаде модели также называются как в европе и у нас а задняя крышка задняя крышка вот это у нас она продается вот под этим артикулом а вот в австралии канаде новой зеландии и сша она продается под другим артикулом все это вы видите на табличке поставляться такие новые корпуса стали с октября 2020 года в австралии канаде новой зеландии и сша а вот в остальных всех странах эти запчасти стали устанавливаться по мере того как исчезли со складов старые запчасти как мы видим у нас 21 года выпуска шуруповерт и на нем уже установлены новые запчасти что означает что старые запчасти на складах нет корпусами разобрались идем дальше извлекаем редуктор в сборе вместе с переключателем режимов и теперь мы можем снять переключатель режимов аккуратно не потеряйте вот эти пружинки переключатель режимов состоит из двух пружин сжатия или компрессионных пружин 1 и 2 и 2 листовых пружин тоже снимаются имеют свои артикулы теперь давайте поговорим про редуктор изначально этот редуктор продавался вот таким образом в сборе сам редуктор и патрон и внутри еще есть винт вот такая деталь имела артикул 136 232-4 после для повышения надежности в редуктор были внесены изменения а именно внутри вот как вы видите на схеме на муфте как раз увеличили вот эту деталь у него диаметр увеличился с 37 до 38 миллиметров и добавили фиксатор резьбы локтай 243 винты которые вот впереди редуктора находится там 4 винта им 30 на 10 и редуктор стал иметь артикул 136 30 60-5 это опять же не редуктора в сборе все с патроном и такое у нас сейчас купить нельзя и интересный момент на модели df указано что такие редуктора начались с артикула 224 031 y а на моделей ударных hp значит 30 на 1323 y вы видите на схеме а у меня здесь какой-то буква посередине если мы посмотрим 21 y 413 не судя по 21 вроде как старый раньше и можно подумать что это старый но я уже как бы изучил эту тему и скажу что это новый редуктор мы сейчас я об этом далее расскажу далее у нас такой момент идет почему этот редуктор поставлялся вместе с патроном потому что на этом шуруповерте очень сложно снять патрон и нужны специальные приспособления я так понимаю до того как приспособление не было в сервисных центрах во всех редуктор поставлялся сборе потом они стали продавать запчасти отдельно можно купить было отдельно редуктор отдельно патрон отдельно винт и имели они вот эти вот артикулы которые вы видите на экране на схеме то есть винт имел артикул 256 468 5 патрон 763 252-1 редуктор 127 728-6 для ударной модели 127 727-8 а чтобы его снять необходимо вот такие приспособления и приспособления какие вы видите на экране их принципе можно сделать из таких же редукторов поломанных но например в моем сервисе пока поломок таких не было ни одной вообще 40 вольт инструмента не было и у меня нет такого инструмента да теоретически я могу снять патрон но можно и получится так что и сломается редуктор патрон это такая штука бывает откручивается легко а бывает просто нереально сложно в ноябре 2020 еще внесли изменения изменили расположение штифтов точнее отверстий на этом кольце куда вставляются штифты написано что это сделано для повышения прочности теперь артикул сборе редуктор и патрон стал иметь артикул 136 406-7 а редуктор отдельный который можно купить стал иметь артикул 122 а 41-3 патрон остался тот же с винтом и такой есть момент здесь прямо конкретно на картинке нарисовано что как отличить новый вас редуктор или старый вот по этой надписи маркировки если у вас в конце 413 написано то это означает что у вас новый редуктор а если у вас надпись 728 то это у вас старый редуктор а для моделей ударных hp если у вас надпись 405 новый редуктор а если 727 то это будет старый редуктор теперь давайте извлечем всю электрическую часть из второй половинки корпуса вот так так и Продолжение следует... Извлекли вторую половинку корпуса. И теперь давайте отсоединим максимально все детали, которые отсюда можно отсоединить. Например, эта запчасть называется сенсорный датчик. Далее снимаем светодиод. Теперь отсоединяем терминал или контактный разъем. Далее снимаем светодиод. Продолжение отличается от LXT. Здесь уже контрольные провода впаяны и их аж три штуки. Два силовых и три для контроля. Если в LXT контрольным был всего один желтенький. И теперь отсоединяем выключатель. Вот так выглядит выключатель компании Amron. Amron, кстати, делает очень надежный выключатель. Но это чисто мое мнение. Отсоединили все элементы, которые можно было отсоединить. И вот таким образом у нас выглядит контроллер вместе со статором. На статоре мы видим, что никаких перегревов нет. Хотя в том ролике насиловали его хорошо. И нагрелся он. Конденсатор. Такие надписи. На плате. И у нас остались в рычаг переключения реверса. Шпилька. Регулятор крутящего момента. Магнитный. За счет магнита и изменяются режимы. И замок регулятора крутящего момента. Ну, это чтобы он не крутился произвольно. Оно как трещоточка вращался. Ну, и пружинка, которая прижимает его. В принципе, на этом можно сказать все. Но я знаю, вы скажете, а как же редуктор? И, конечно же, я для вас сейчас его разберу. Ну, что ж, приступим. Открутим 4 винта. Винты открутили. Снимаем заднюю крышку редуктора. Снялись, как вы видите, еще гольстые подшипники шестеренок. Давайте их снимем. Такие малюфенькие. так же здесь большая шестерва. И шайба. шайба. Ну, и сама крышка. извлекаем маленькие шестерни. пять штук. И к ним игольчатые подшипники. Далее. Еще одна шестерва. Еще пять шестеренок, но уже без игольчатых подшипников. переключаем шестеренок, но уже без игольчатых подшипников. И еще один шестеренок, но уже без игольчатых подшипников. переключатель режимов. Крепится он вот здесь вот на два маленьких гвоздика их можно так магнитиком два вытащили их ее можно извлечь разбираем дальше шестерня с этой стороны, кстати. Вот так она выглядит. Я вам вот эту не показал. здесь уже шесть больших шестереночек, но чтобы их достать, нужно снять, наверное, весь корпус. Да. Корпус сняли. И теперь можно извлечь вот это колечко. на клей достаем шестереночки. Тестереночки. Тестереночек. Оскарно Тестереночек. 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 Одну. планетарную вот ему это запчасть который отвечает ну и вот в этом положении можно снять патрон использовав используя например вот эту штуку ее стопоришь специальные приспособление специально и потом извлекаешь да здесь вот еще деталь ну все шариков никаких нету стоит подшипник 69 00 z них там несколько как минимум два поэтому у патрона нет вообще никакого люфта ну и давайте сравним на картинке расположение правильно и у нас точнее новая у нас это запчасти или нет как мы видим запчасть новая потому что вы скажете и вот так повернул и вроде как старое но нет видите следы где стояли штифтики вот эти вот это расстояние она уже чем вот это и на картинке именно так и нарисовано что запчасть стоит вот так и давайте замерим ее размер 38 не 37 явно так что редуктор у нас новенький ну и принципе на этом все спасибо за просмотр ставьте лайки кому понравилось это видео подписывайтесь на мой канал и всем пока